Привет, друзья! Давно не виделись. Меня зовут Вова Кенжи, вы смотрите передачу Легенды Футбола, а это канал Кенжи Тейлз. Что ж, я отдохнул, посвежел и у меня полно сил, продолжаем снимать выпуски. И сегодня мы с вами поговорим о футболисте, которого выбрали именно вы, его величество Роберто Карлос. Родился Роберто Карлос, названный в честь бразильского певца и композитора в крайне небогатой семье в городе Гарса. У него было три сестры и все жили в одной комнате, при этом были счастливы, ведь главное в семье это взаимопонимание. В три года Роберто увлекся футболом, а в восемь лет уже играл на ровне со взрослыми мужиками в любительской лиге. В 1981 году, после переезда в город Кардиэрополис, Роберто устроился на текстильный завод и выступал в местной футбольной команде Атлетика Жувентус, а чуть повзрослев, стал играть за профессиональную команду Унио. Своё амплуа, остро атакующего и много забивающего защитника, Роберто Карлос нашел еще в первом своем клубе Унио Сан-Хуан из пригорода Сан-Паулу. Уже в 14 лет Роберто Карлос играл за основную команду Унио, сначала в центре поля, но потом тренер решил отвезти его в защиту, позволяя в то же время проводить стремительные рейды к чужим воротам. Тренерский эксперимент оказался очень удачным и на месте левого защитника Роберто Карлос играл потом во всех своих других клубах. В этой команде Роберто провел 4 сезона, в 92-м он стал игроком основы. В этом же году попытался перейти в знаменитый клуб Атлетика Минейра, за который сыграл 3 матча в течение сезона, однако у него ничего не вышло и Роберто был вынужден вернуться в Униоан. Несмотря на то, что клуб был небольшой, Роберто Карлос своей игрой заслужил вызов в сборную Бразилии. В 16 лет Роберто дебютировал в молодежной сборной Бразилии своей возрастной категории, 18 в олимпийской сборной. Два года спустя его пригласили в Палмирес, клуб куда более именитый, чем Унио. В первом же своем матче Сан-Паулу 20-летний левый защитник поверг стадион в изумлении, мощным ударом вонзив мяч в ворота. С тех пор торсида Палмиреса не раз рукоплескала его голам, забитым с разных расстояний. Роберто Карлос быстро влился в коллектив и практически сразу занял место в основном составе. За два года, проведенных в Палмиресе, Карлос сыграл 44 игры, забил 5 голов и собрал внушительную коллекцию наград. В 1995 году вместе со сборной Роберто участвовал в Копа Америка, чемпионате американского континента. И хотя сборная Бразилии в финале уступила сборной Уругвая, Роберто Карлос блестяще отыграл все матчи и стал уже подлинной футбольной звездой. В Палмиресе Карлос зарекомендовал себя как надежного защитника с хорошим дальним ударом, на что и обратил внимание итальянский Интер, который подыскивал себе достойного защитника. Кто знает, как могла бы служиться судьба Роберто, ведь помимо Интера предметный интерес проявлял Мидлс Бро, но сделка сорвалась и бразилиц уехал в миланский клуб, который заплатил за него 3,5 миллиона евро. 27 августа 1995 года Карлос дебютирует в основном составе, но тренер Интера Рой Ходжсон использует бразильца на непривычной позиции левого полузащитника, тем самым давая Роберто Карлосу больше уделять время на атаку, но за счет скорости, которую имел Карлос, он успевал полноценно отыгрывать и в защите. За Интер Карлос сыграл 30 игр и забил 5 голов, но так и не нашел взаимопонимания с партнерами и уже в 1996 году покинул команду. Пока Карлос играл за Интер, за ним внимательно наблюдал тренер королевского клуба Фабио Капелло, который видел в Роберто Карлосе настоящего защитника атакующего плана, с хорошей скоростью, с феноменальным дальним ударом, отправляющим мяч в сетку ворот со скоростью 198 км в час, с точными дальними пасами и шикарной выносливостью. Фабио Капелло не пришлось долго уговаривать президента клуба Лоренцо Санса, что такой игрок, как Роберто Карлос, необходим мадридскому Реалу. За первый год сотрудничества с клубом Роберто Карлос сыграл 42 матча, забил 5 голов и тем самым вывел команду в чемпионы Испании. Спустя год команда выиграла Лигу чемпионов, в 2000 году команда стала лучшей в Европе. Очень скоро Бразилий стал одним из самых популярных футболистов Реала. К тому же любовь болельщиков он завоевал не только блестящей игрой на поле, мужеством и жаждой победы, но и неизменной приветливостью и доброжелательностью, открытым и веселым характером. В дальнейшем Роберто Карлос, первый игрок сборной Бразилии, надевший футболку Реала, получил признание, которого ему не хватало в Италии. В матчах чемпионата Испании он продемонстрировал исключительность своих игровых качеств, благодаря которым он считается лучшим в Испании на своей позиции. С его первого появления на мадридском стадионе Сантьяго Барнабео фанаты королевского клуба признали Роберто Карлоса своим, и наряду с Раулем он был наиболее популярным игроком Реала. В Реале Карлос по-настоящему раскрыл свой талант. Дальние передачи практически через все поле доставались партнерам по команде, после чего забивались голы. Скорость позволяла ему убежать в атаку и вернуться в защиту раньше, чем это сделают партнеры по команде. Дальние удары и удары со штрафных нагоняли страх на вратарей соперников. Фирменный разбег и после сокрушительный удар пушка низом, закрученный со скоком об газон, меняющий траекторию полета, достигал ворота соперников. Врачи Реала удивлялись его физическим возможностям, когда проводили тестирование. Одна из наиболее уникальных его характеристик, охват бедер, равен 58 сантиметров. Да у некоторых талия меньше, чем его нога. За годы, проведенные в Реале, Роберто Карлос уже выиграл все, что только может выиграть футболист, выступающий за европейский клуб. На его счету три победы в Лиге чемпионов, два завоеванных межконтинентальных кубка, европейский суперкубок, выигранный в 2002 году, не говоря уж о том, что вместе с Реалом он трижды становился чемпионом страны и дважды выигрывал суперкубок Испании. Но все победы и титулы уходят на задний план, когда начинаешь вспоминать, как Роберто Карлос играл за сливочных. Перед глазами стоит его шикарный проход по флангу и передача на Зидана, который сходу заколтил мяч ворота Байера в финале Лиги чемпионов 2002 года. В день своей первой тренировки с Реалом Роберто Карлос задержался после занятий на 45 минут, раздавая автографы, в то время как остальные мадридцы уложились в 10 минут. Он оставался до тех пор, пока автограф не получили все желающие. Неудивительно, что Роберто Карлоса в Мадриде боготворили, тем более печальной для фанатов стала новость о том, что он уходит из Реала. Покинув ставший родным Мадрид, Роберто Карлос отправился искать счастье на турецком берегу, подписав двухлетний контракт с Финнербахче. Фаяж оказался успешным, бразилиц доказал, что молод душой и готов играть на высшем уровне еще долго. Выиграв кучу титулов в Турции, в 2010-м Карлос задумался о смене команды, предложив мадридскому Реалу играть за него бесплатно. Но, к сожалению, его предложения не приняли всерьез, поэтому игрок решил вернуться на родину. В 2010-м году Карлос подписал двухлетний контракт с клубом Коринтианс. На презентации игрок утверждал, что перешел в клуб ради награды, которой у него еще нет – Кубка Либертадорос, что пришел в команду благодаря своему другу Роналдо, поэтому будет выкладываться на 200% ради побед и планирует завершить карьеру именно в этом клубе. Но не все оказалось так сладко. В 2011-м году к Карлосу стали приходить угрозы от болельщиков, расстроенных вылетом Коринтианца из Кубка Либертадорос. В феврале 2011-го в новостях стала широко обсуждаться тема прихода великого и ужасного чемпиона мира по футболу Роберто Карлоса в новый проект Анжи. Ук, сколько тогда было разговоров, мол, поматросит и бросит, или наоборот, что наш чемпионат становится топовым, и к нам едут звезды и бла-бла-бла, это к нам в Москву товарищ Карпин только в Алькао не едут, а вот в Махачкалу сам Роберто Карлос пожаловал. Ну и куча других шокированных или восторженных слов. Слухи оказались правдой. Бразилец заключил контракт и дебютировал за Анжи уже 1 марта. Вскоре заделся капитаном и начал потихоньку забивать голы. Пусть он постарел, но даже за Махачкалинский клуб ветеран сборной Бразилии пахал и отдавался игре. Не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, что Карлос ехал в Дагестан зарабатывать деньги, но надо отдать ему должное, он их отрабатывал на совесть, стелился в подкатах, делал фирменные проходы по флангу, лупил дальние удары. Конечно, не как в молодости, но для нашего чемпионата и это было на грани фантастики. Не забывал он и о благотворительности, активно участвуя в работе фонда «Подари жизнь» и отчисляя часть своей зарплаты на нужды детских домов, тем самым показывая, что он не просто бездушная машина для игры в футбол и заколачиванию бабла, но и хороший человек. Наверное, от этого и кажется более мерзким факт броска бананом прямо в футболиста с трибун стадиона в Самаре. Какой же гнидой надо быть, чтобы прилюдно оскорблять человека, а потом еще и скрываться, боясь ответственности? Расизм и оскорбление вообще плохие вещи, но как могла подняться рука на того, кто на протяжении долгих лет дарил миллионам фанатов положительные эмоции? Надо сказать, что Роберто Карлос тогда сильно был огорчен и даже в слезах покинул поле, а потом пообещал покинуть страну, если подобное повторится. Метателя со временем нашли, но особого наказания, насколько мне известно, он не понес. А зря. Если не наказывать за плохое поведение, хамства на стадионах будет все больше и больше. Даже за такое малое время, что Роберто провел в Анжи, он стал дядькой для многих молодых игроков, привлек своей персоной больше внимания к российскому футболу, а коллеги и соперники учились, глядя на звезду вживую. Когда же у Анжи начались проблемы, Карлоса поставили временным помощником его главного тренера Гордеева, а потом и вовсе сделали спортивным директором команды. Конечно же, Роберто Карлосу пришлось завершить карьеру, чтобы полностью посвятить себя новому делу. Но по окончании сезона бразилец покинул Россию и занял должность главного тренера в турецком клубе Севаспор, подписав контракт на два года. Новая команда во главе с Роберто закончила прошлый сезон на пятом месте, вполне похвально на мой взгляд. Карлос дебютировал за сборную в 1992 году, но получил постоянную практику только после чемпионата мира 1994 года. В составе сборной Бразилии Роберто Карлос после неудачи 1995-го дважды выигрывал чемпионаты Южной Америки. Однако на первенстве мира 1998 года, проходившем во Франции, ему не повезло. Бразильцы дошли до финала, где проиграли хозяевам чемпионата французам 0-3. Уже в первом тайме два гола в ворота сборной Бразилии забил Зенедин Зидан, которому в будущем предстояло стать партнером Роберто Карлоса в клубе Реал Мадрид. Весь мир обошла фотографии, где после матча Роберто с убитым видом и без сил сидит на траве вместе с другими футболистами-бразильцами. Кстати, самый красивый свой гол Роберто забил как раз в матче Бразилия-Франция. В июне 1997 года на турноар де Франц Карлос ударил с 35 метров левой ногой в правый от себя угол и мяч полетел по невероятной траектории, лишь в последний момент изменив направление и влетев в ворота. Зато на следующем чемпионате мира 2002 года сборная Бразилии стала чемпионом в пятый раз. На чемпионате Роберто оставался верен себе, забив свой гол, открыв счет в матче группового турнира со сборной Китая, выигранном бразильцами со счетом 4-0. Подытожим. Сильные стороны Мастерские проходы по флангу, бразильская техника владения мячом, ну и, конечно, пушечный удар с левой ноги. Слабые стороны Невысокий рост Хотя фланговому защитнику он и не нужен, но именно из-за этого фактора Карлоса не взяли в московское Динамо в начале 90-х. Наибольшее достижение Чемпион мира Трижды победитель Лиги чемпионов Наибольшее разочарование Уход из мадридского Реала Стиль Пушка страшная Роберто Карлос один из тех игроков, которого любят все, за какую бы команду он не играл, его боготворили фанаты и уважали партнеры. А в Дагестане и вовсе на руках носили, дарили до неприличия дорогие подарки и берегли как зеницу ока. Он стал символом крайних защитников 90-х. Ему подражали тогда, на него равняются и сейчас. Сколько игроков выросло на его примере, Роберто популяризировал позицию крайнего защитника. Но не футболом единым Роберто Карлос активно участвует в благотворительных акциях, содержит несколько школ для бедных в Бразилии и отчисляет деньги в детские дома на родине, в Турции и в России. А теперь к приятной части. Я, как и обещал, привез вам подарки. Их получат трое счастливцев, выигравших наш фотоконкурс. Суть конкурса проста. Надо сфотографироваться с логотипом нашей группы на тему «Я и легенды футбола». Подробности конкурса в описании. Ну а на этом все. Меня зовут Вова Кенжи. Подписывайтесь на канал «Кенжи Тейлз», оставляйте свои комментарии и ставьте лайки. Заходите в нашу группу ВКонтакте, зовите туда друзей, участвуйте в вопросах и выбирайте следующего героя нашей передачи. Главное, помните, футбол – это не только зрелище, но и великолепная история. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»